Мы продолжаем цикл лекций по еврейской истории и культуре. Демножко напомним, на чем мы остановились в предыдущем. Помните, мы говорили об Александре Великом? И Александр Великий, или Александр Македонский, хорошо отнесся к евреям. И со времени Александра началась особая эпоха, которая была позднее эллинистическая эпоха. И для евреев эта эпоха тоже оказалась противоречивой. Потому что, с одной стороны, евреи приобщились к эллинистической культуре. С другой стороны, еврейское общество раскололось на два лагеря. На два лагеря. Хасидим. Фактически, это хасиды тоже самое. Но для того, чтобы исторически не путать, их стали называть хасидеями. А хасиды, которые образовались в 18 веке, хасидами. Хотя те ребята называли себя хасиды. Что значит хасиды? Ну, правильные и благочестивые, да? Правильные и благочестивые. Хасидим. Хасидим. А вторая часть – мид явним. Мид явним. Мид явним. Явне. Явне – это Греция. Яван – Греция. Явне, да? Корень, почему? Ионическое море. Слышали такое выражение? Да. Ионическое, то есть, тут через вав. Юд. Вав, да? Нун. Яван. 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 Да. Яван означает Греция. Значит, мид явним – это что? Ся. Представка? Мид. О, Греция, Ши, Е, Ся. Или их стали называть эллинистами. Еще раз вам говорю, что вы отметили, и что это вы должны четко представлять. Я думаю, на тесте это тоже будет, да? Что? Эллинисты – это не элины. Да? Это Огречившиеся. Это Огречившиеся, да. И можно говорить, и можно говорить, да, вот о таком смысле, о эллинистическом россии. Эллинистическая диаспора, она отличалась от других видов диаспоры. Если, например, при вавилонском пленении евреи были угнаны в Вавилонии насильно, да, то здесь частично евреев, конечно, уводили в плен. Значит, можете написать причины ради эллинистической диаспоры. Значит, частично первое евреев уводили в плен, продолжали уводить. Второе – это эмиграция. Первая причина – это завоевание и увод иудеев в плен. Вторая причина – эмиграция из-за перенаселенности иудеи. То есть, вы помните, в то время уже не было установлено Северное Израильское царство. Там продолжали жить народ, который называли самаряне, и который во многом противопоставляли иудеям. Но в иудеи немного может прокормиться людей, правда? А евреев было гораздо больше. Что делали евреи? Сами расселялись, да, по всей территории, которая первоначально империя Александра Македонского, а потом, когда римляне завоевали Грецию, они получили себе на голову и евреев, и еврейскую проблему. Вторая причина – эмиграция из-за перенаселенности иудеи. Третья причина – развитие внешнеторговых отношений. Помните, первые евреи, которые организовали такую сильную общину в Египте, это было еще во времена Соломона. Соломон вел торговые связи с Египтом, вывозил отсюда коней, которые были прообразами знаменитых арабских скакунов позднее, колесницы, хлеб и так далее. То есть с Египтом были большие обширные связи. И евреям-купцам было выгодно жить в Египте. И, значит, третье – развитие торговых отношений. И после того, как завоевал Египет Александр, он там построил город имени себя, который стал крупнейшим центром. И евреи, которые жили в Александрии, они жили совершенно добровольно. Да, часть была выведена еще в плен, когда бежали от вавилонян. Но в основном эти люди жили там добровольно. Торговые отношения. Как вы думаете, они хорошо там жили? Они там жили очень хорошо. И у них были постоянные конфликты с теми евреями, которые продолжали соблюдать еврейские традиции. Вот даже в Первой апостольской церкви мы видим Стефан и другие, которые были избраны дьяконами. У них были какие? Еврейские? И там, сказано, только один из них был из новообращенных. А все остальные были стопроцентными евреями. Хотя по именам это не скажешь. Они уже не знали еврита. Греческий язык в это время стал международным языком на всем Средиземноморье. Я говорю о Филоне Александрийском, который был великим комментатором Торы. Но он как и комментировал Тору? Септу агинта, да? Септу агинта. То есть ту, которая была переведена около 200 года до нашей эры на греческий язык. И вот эти люди, которые жили в Тиаспоре, они просто ни почему не отличались от евреев. Только что они были обрезаны, а некоторые даже и не обрезались. Вот. И помнили, что их предки евреи, ну, может быть, в субботу соблюдали, не ели свинину, но, пожалуй, и все у них еврейское. Это похоже на ту ситуацию, которая в России и в Советском Союзе, правда? Абсолютно. Очень похоже. Так что мы тоже вот такие эллинисты, можно сказать. И четвертая причина, я говорю, это обычай наемничества. Вот. Иудеи были очень храбными воинами. Наемничество? Да. Поэтому еще персидские владыки в доэллинистический период использовали иудеев в качестве правительственной или пограничной военной охраны. И у евреев еще был в эллифонтини, египетских евреев, даже свой специальный, да, помните, храм. Остров эллифонтина. Это там, где сейчас Усуанское вещество. Это топливное остров. И там было много храмов. И этот храм альтернативный просуществовал до 410 года. Вот. Когда были, возникли уже там волнения и произошли погромы. То есть иудейские поселения в Египте было очень много. И туда поселялись Египет, на Крит, на Кипр, на территории Греции. Помните, евреи, ветераны. Александр Македонский очень охотно брал евреевскую армию. Они были хорошими воинами. И после того, как они заканчивали службу, что происходило с ними? Они получали на дело. Поэтому помните, друзья апостола Павла, с которыми он ходил, да? Варнава, в частности, да? Он откуда был? С Кипра, да? И как же это Варнава вдруг получил там большие земельные уделы? Да? То есть евреи были землемладельцы. Позднее евреям запрещалось это быть землемладельцами. Но в то время это было хорошо. И это было нормально. То есть вот эти были четыре причины. После смерти Александра, наследники его, которые получили О-И-Адохи, название О-И-Адохи, было четыре О-И-Адоха таких. И они разделили на четыре части. На Македонию, на Египет под употреблением Птолемеев. И северная держава, это Сирия. Сирия. Ну, еще там в Вавилонии были тоже другие, более или менее крупные государственные образования. Иудея была включена в состав провинции Келе-Сирия. Келе-Сирия. Управлявшаяся наместником, имевшим резиденцию в Самарии. Но Сирия и Египет постоянно воевали друг с другом. Для чего? Потому что Иудея находилась как раз посередине. Шли египтяне на север, захватывали Иудею. Шли сирийцы на юг, захватывали и грабили Иудею. То есть вот такое возникало тяжелое положение. Тяжелое положение. Поэтому в то время переходило из рук в руки. Из рук в руки. В частности, Египет захватил во время субботы. В субботу Иудея что было? Праздник, да? Они не воевали. И их захватили египтяне. Когда Антиох IV пошел против египтян, он что? Опять захватил себе. И он решил, что раз вот такие евреи, они из-за этого Сахшабата проворонили. Значит, давайте сделаем так. Если бы они были нормальными греками, такими, как мы, да? Они сирийцы, то есть, но греки по культуре. То есть по языку сирийцы, арамейский язык, да? И евреи тогда говорили на арамейском языке. И, в общем-то, четкой границы между Дамаском, да? Не было, вы помните, еще даже Павел ходил в Дамаск и имел письма, хотя он жил в Иерусалиме. То есть четкой границы тогда не было, и такой территориальной. И это жил народ в одной культуре. Если все евреи станут в греческой культуре, никаких проблем у нас не будет, правда? И он решил так сделать. В общем-то, для его политики это было нормально. Тем более, что этот царь был жестокий. И тогда он начал преследовать всех евреев, которые соблюдали субботу, которые были там евреи, которые соблюдали субботу, их загнали в пещеры, потому что они не сражались в субботу, и они все погибли. И захватили Иерусалим и принесли там жертвы. А греки, чтобы вы понимаете, может быть, они не хотели действительно сквернить еврейский храм, а может быть, потому что греки приносили жертву свиней, и для них это было нормально. Но для того, чтобы иудеев заставить отречься от иудаизма, их уже потом позднее заставляли специально присутствовать на жертвоприношениях в честь царя. Евреи многие восставали. Была хана, такая женщина, которой были сыновья. И они все трагически погибли в пытках, но не перешли в иудаизм. Были еще другие люди, некоторые бросались со стены в пропасть, то есть окончали жизнь самоубийством только для того, чтобы не переходить греческую веру. И тогда вы помните, хашманеи, да, хашманеи подняли в восстание. Из этих хашманеев, в Матитяхаху хашманеей был отец, да, и были сыновья. Самым знаменитым это кто был? Игуда. Игуда, который получил название, который получил название Маккаби. Да. Маккаби. Вот мы немножко посмотрим, какие были в то время, да, события. Какие в то время происходили события. После смерти Александра Македонского в Израиле, председателем Великого Собрания, Великого Собрания, или как оно сейчас Великое Собрание называется? Санхедрин, Синедрион, да? Помните, что Эзра и Ниемия передали власть, да, Великому Собранию. И председателем этого Великого Собрания, обычно их было двое. И стали называться Зуг. Зуг парочка, да? Помните, Синедрион состоял из 70 человек, да, плюс два председателя. Это по тому образцу, которое было еще во времена Маше. Было 70 старейшин, а кто два? Маше и Арон, да? Маше и Арон. И обычно этих двух людей брали из двух разных партий. Ну, для того, чтобы не было между ними сговора, да? Потом мы будем говорить об этих людях, парах, об этих парах. И первым таком выдающимся цадиком, праведником был Шимон Акаген, или Шимон Цадик. Он получил название. Шимон Цадик, даже Га Цадик. Он говорил, и это сказывает, изучая их отцов, на трех вещах стоит мир, на торе, на служении и на добрых делах. Шимон Цадик много сделал для улучшения жизни своего народа. Он отремонтировал крепостную стену Иерусалима, пробитую Птолемеем во время осады города, обеспечил Иерусалим водой, благодаря каналу, который протянул от родника Эйтам, и следил за содержанием святого храма. И во все его дни служба храма велась в точном соответствии с законами Тора. Учеником Шимона Га Цадика был Антигон. Антигон также требовал от своих учеников полностью соблюдение Торы и то, что в ней записано, и предостерегал от малейшего нарушения слова Творца. Не будьте, как рабы, стремящиеся за свою службу получить вознаграждение. Но у него, у Антигона, ученика Шимона Цадика, был ученик, которого звали Цадок. Цадок. Помните, произошла Великая Фарисейская Революция. У вас должны быть записаны, да, что Великая Фарисейская Революция дала евреям. И мы говорили, что Великую Фарисейскую Революцию, еще кроме всего прочего, произошло, что? Устная Тора, да, она стала превалировать над Торой письменной. А Цадок, когда стал первосвященником храма, он решил, что устную Тору он вообще отвергнет. Будем соблюдать только Тору письменную. Причем он делал опору не на этические вещи, которые были в Торе, как фарисеи. Фарисеи большое уделяли этике, да? Этике. А именно только на богослужение, согласно тому, как записано в законе Моисея. И так как этот священник был, звали его Цадок, а его звали также Цадок, как помните, первосвященник во времена Давида и Соломона был, да? И произошел раскол между Прушим и Цадуким. Прушим, они больше внимания уделяли устной Торе, да? Цадуким полностью отвергли устную Тору и стали говорить только то, что написано в Писанной Торе. Причем это была конкретно партия тех Кагенов, которые служили в храме. Видите, то есть как есть революция, так всегда есть что? Контр-революция. По сравнению с фарисейской революцией, это был откат назад, вы сами понимаете. И помните, кто еще был? Да, он был из партии фарисеев. Он критиковал фарисеев за те вещи, которые не должны были партии делать. А Садукей вплоть до того, что развязали гражданскую войну. Вплоть до того, что развязали гражданскую войну. Садукей. Да, Садукей. Мы об этом еще поговорим. Значит, в тысячу, господи, просто в 301 году до нашей эры Иудея была присоединена к Египетской империи Птолемеев. И помните, кто такие были Птолемеи? Это египетская. И там вот в Александрии решили перевести Тору на какой язык? На греческий. Вот этот перевод получил название Се-пту-агинта. Се-пту-агинта. Первым из эллинизировавшихся евреев был Иосиф Бентувья. Это произошло в правлении Птолемея III. Властитель назначил первосвященнику очень высокий налог. И когда тот отказался заплатить, Птолемей пригрозил жестоко расправиться с евреями. Иосиф Бентувья поехал в Египет и заплатил большую сумму денег и сумел умилостивить царя. И вот эта богатая партия стала позднее эллинистами. Итак, какие мы уже партии знаем? Фаврусеи, Садукеи, так? А также те, которые придерживались традиции. И как называли? Хасидим, Хасиды или Хасидеи. И им противостояли кто? Эллинисты. Эллинисты. Хорошо. Чтоб вы поняли это. Шимон Фадик, он подтверждал три вещи. Да. На Торы, да? На справедливости и на добрых делах. Так. Значит, про Макаби я вам говорил, да? Там в Макаби, значит, были сражения у Бейд Харона 166 год до нашей эры, у Эмауса 165 год до нашей эры, и у Бейд Цура 164 год до нашей эры. Кстати, я вам говорил, где сказано насчет того кувшинчика, знаменитого масла. В какой книге-то сказано? Есть книги Маковейские, да? Но в них ни одного слова о кувшинчике с маслом нет. Первым, кто написал о кувшинчике с маслом, это Арам Бам. Это уже живший в средние века. Он написал, был это месяц и кислем, вошли они в храм, нашли один кувшинчик неоскверненного масла, которого могло хватить всего лишь на один день. Но зажили они это масло в лампадах и горело на 8 дней, пока не выжили они из маслин чистое масло. Поэтому установили мудрецы того поколения, что 8 этих дней, начиная с 25-го кислея, будут днями радости и прославления Всевышнего. И в эти дни будут зажигать светильники у дверей домов каждую ночь, чтобы провозглашать о чуде. Чтобы провозглашать о чуде. Значит, это предание, это еврейское предание. Было ли это правда или нет, ну, по крайней мере, это красиво и соответствует Божьему пониманию, да, чудо. Но я еще раз говорю, чтобы вы знали, что это еврейское предание, да, это традиция, это еврейская традиция. Да. В особенности обострилась, обострилась борьба, борьба между парысеями и саддукеями во времена Яханана Гиркана. Яханан Гиркан. Яханан Гиркан. Это был один из потомков хашманеев. Вот здесь у меня есть их. Родословное можете посмотреть. И после его смерти, в 104 году до нашей эры началась гражданская война между фарисеями и саддукеями. 104 год нашей эры. Яханан Гиркан значительно расширил границы иудейского государства. Вот. Но он поддерживал частично вот этих цаддуким. И цаддуким все больше и больше начали занимать правительственные посты. После его смерти у него правил Ягуда Арестобул. Яханан Гиркан завещал своей жене править страной, а сыну Ягуду Арестобулу уготовил пост первосвященника. Но Арестобул не согласился с решением отца и захватил власть, заключив в тюрьму мать и братьев. Только своего любимого брата Антигона он оставил на свободе. На своей бедной больной голова, естественно. И началась между ними гражданская война. После смерти Арестобула не было сыновей, вдова Шламид Александра освободила из заключения своих деверей. Старший из них Александр Янай вступил с ней в брак и объявил себя царем и первосвященником. Брат царицы, мудрец Шимон бен Шитах умел его действиями вытеснив садуким из Синедриона, из Санхедрина. Шимона бен Шитаха поддерживал коген Иошуа бен Гамла, который по распоряжению Яная исполнил обязанности первосвященника. То есть вы видите, первосвященники становятся все более и более политизированными. Что с ними происходит? Если раньше они занимались религиозной жизнью народа, обучением народа Торы, жертвоприношениями, сейчас они становятся политиками. И все остальное все меньше и меньше для них играет роль. И опять происходит, был Шимон вот этот Шимон бен Шитах обвинен и царь приказал казнить его. А Арианай люто возненавидел мудрецов Торы. Затем, после смерти Шламид, между Гирканом и Арестоболом началась гражданская война. И происходило так, что жертвоприношение должны были проводить в храме. Значит, сидят одни евреи в Иерусалиме, другие евреи их осаждают. Но для того, чтобы проводилось жертвоприношение, значит, эти евреи, что снаружи, доставляют овечек и жертвенных животных на жертвенник. Их садят корзину и поднимают. И, значит, что решили эти устроить, которые осаждали саддукеи, значит, решили устроить, они взяли вместо ягнят положили свиней. И свиньи, когда их поднимали, они царапали лапами стены Иерусалима. Это посчитали очень таким неблагополучным знаком. Арестобола договорились с людьми Геркана, что каждый день с крепостной стены будет сусад коробка с динариями, а люди Геркана, взяв деньги, посадят коробку двух баранов для принесения жертвы к храму. Однажды люди Герканы, чтобы надругаться над когенами и храмовой службы, посадили коробку вместо баранов свиней. Когда коробку начали поднимать, по стене свиньи царапали ее копытами. Наказание за это святотатство Иудея пережило сильное землетрясение. В это время Помпей слышали такое? Помпей был тесть Юлия Цезаря. Воевал против царя Тиграна в Армении. И победив Тиграна, Помпей возвратился в Дамаск. Оба брата направили к нему послов с дорогими дарами. А также приехала и народная делегация, просившая римлян лишить трона обоих братьев и учредить в Иудее народное правительство. То есть, смотрите, Помпей от одного царя со взяткой, чтобы его поставить царем, от другого царя со взяткой. А тут еще народ посылает, говорит, не того, не хотим, не того. Но и рассудил Помпей. в 62-м году до нашей эры он захватывает Иерусалим, устраивает там большой погром и делит на четыре части. На четыре части. И поэтому, когда мы говорили, помните, четверто, как называют цари иудеи, да, четверто властников. Значит, Галилея, Иудея, Самария, я еще не помню, какая-то часть, то есть, четыре части были разделены. Вот таким образом произошло умиротворение иудеи. Очень опасно приглашать миротворцев. Знаете, что в свое время император Константинополь тоже пригласил миротворцев турок? У него была война с Болгарией, турки умиротворили Болгар, а потом умиротворили Константинополь. То есть, ну, такими вот миротворцами Соединенные Штаты любят выступать, да, и Россия в последнее время тоже в Чечне умиротворяет, никак не умиротворить не может, Афганистан уже пытались умиротворить. То есть, очень опасно с такими миротворцами связываться. В результате Санхидрин был упразднен, а в последующем вообще ставили руководителями Санхидрин тех людей, которых были выгодно ставить императорам. В 44-м году до нашей эры в Риме был убит Юлий Цезарь и началась гражданская война. Вот потомки этих хошманеев, Антипатр и его сыновья перекинулись в лагерь его убийц Брута. Убийцы Брута. Римские легионы стояли в Сирии. Против них выступил Кассий. Кассий был на стороне, потом он, а Октавиан выступил против этих легионов. Был Кассий и еще кто был Марк Антони. Помните? Марк Антони вообще был удивительный авантюрист. Он захватил практически всю часть, которая потом стала именоваться Восточной Римской империей. И женился на царице Клеопатре. И Марк Антони хорошо относился к евреям. Помните Марк Антони? Вот почему евреи любят называть Марк, да? Марк Антони собирал свой флот. И если у римлян был свой флот и довольно мощный у Западной Римской империи, тогда уже был Октавиан Агуст, то на Восточной был слабый флот. И помогли Марку Антонию пираты. Пираты, которые жили в знаменитом городе, откуда апостол Павел, как он назывался? Тарс, да. Тарс, так называемый киликийские пираты. Киликийские пираты. За это Марк Антоний дал римское гражданство всем жителям Тарса. А в жителе Тарса там было и немало евреев. И в результате к власти пришел так называемый Ирод. Ирод это опять-таки искаженная фамилия его Хордус было. Знаете, там диагонали, Хорды и так далее. Ирод Хордус. Он был евреем? Он не был евреем. Он женился на женщине, да, которая была, а сам он был Эдумианин. Помните? Эдом красный. И Эдом всегда выступал против Иуды. И он женился на последние женщины из рода Хашманеев. Ирод практически уничтожил всех Хашманеев. А в конечном счете и эта женщина тоже закончила самоубийством. Да. Значит, тиран созвал судей и, помянуясь его воле, они приговорили жену Мирьям к смерти, а искажшая смерть Александра подняла восстание против Ирода пала от наемных убийц. В конце концов, из рода Хашманеев живых осталась лишь одна молодая женщина, на которой Ирод хотел жениться. Но она, чтобы избежать этой участи, покончила жизнь самоубийством. Так, путем убийств и террора Ирод пришел к власти. То есть, Ирод, он вообще не имел никакого отношения, никакой династии. Это был типичный тиран-узурпатор. Вот так получается. когда борьба за мир приводит к тому, что камня на камне не останется. Ну, как политик, естественно, Ирод и как строитель был, в общем-то, правильным царем. Но, как божий, с божьей точки зрения, это был очень отрицательной личностью. Ирод построил много крепостей. Чтобы завоевать расположение различных еврейских общин, Ирод построил храм знаменитый Ирода. Но, одновременно он строил и для своих языческих подданных капища различные. В многих греческих городам Малой Азии собой Греции раздал богатые дары, причем эти деньги были собраны в виде налогов с еврейского населения. 12 лет с неимоверной расточительностью Ирод строил Кирсарию, который хотел сделать место Иерусалима столицей царства. Знаете, есть Кирсария, которая находится на территории Израиля. Это и сейчас находится. Построил различные другие вещи, но, чтобы доказать свою преданность римлянам, он приказал прикрепить над воротами храма золотого орла, символ Римской империи. И над родом Ирода было проклятие. От Мирьям у него было два сына, Александр и Арестобол. И он любил их гораздо больше, чем детей от второго брака. И сожалея об убийстве своей жены Мирьям, Ирод просил императора Августа, чтобы престол Иудеи пришел к сыновьям Мирьям, а не к антипатру его старшему сыну от второго брака, и отправил их в Рим, чтобы они воспитывались там вместе с детьми римской аристократии. Затем Ирод заболевает. Группа фарисеи перышим немедленно устремляется к храму и срывает ненавистного римского орла. Их тут же схватили и привели к умирающему Ироду. И он велит их казнить. Он приказал сжечь зачинщиков, остальных убить. Валезь царя медленно прогрессировала и в течение нескольких лет болел-болел и умер он в четвертом году до нашей эры в жестоких мучениях. А теперь скажите, если Ирод умер в четвертом году до нашей эры, как Иисус мог родиться в первом году нашей эры? Совершенно верно, и даже католическая церковь, и Папа Римский признают, что дата рождения Иисуса ошибочно, да? Я уже говорил, что по, если брать последний год царя Ирода, это четвертый год до нашей эры, но Вифлеемская звезда появилась на два года раньше. Вот поэтому Ирод приказывает умертвить младенцу до возраста какого? Двух лет. То есть, он конкретно знал о пророчестве. После него смерти страна пусть будет разделена на четыре части, правят которыми будут сыновья и сестра его, а Аркелос сын его получит Иерусалим и будет царем над всеми. Так было завещание. Его приели живого, отвезли Ирода в город Иерихо, и даже там он не забыл свои ненести к евреям иудеям. Он знал, что они не будут его плакать, а только возрадуются его смерти. И он решил отомстить народу за то веселье, которое его строят на улице городов после его смерти. Для этого он собрал всех старейших Израиля и приказал уничтожить их после своей смерти. Но те, которые были во дворце, отказались это совершить. Итак, Ирод умер. Теперь мы немножко поговорим о Зугод. О Зугод. Зугод это, помните, мы говорили, пары мудрецов. Есть такая запись, что Моисей получил Тору на Синае, передал ее Иисусу Навину, Иисус Навин старейшина, старейшиной пророкам. Пророки передали ее мужам великого собрания, Шимон гад садик, да, затем Антигон, муж из Соха, получил Тора, именно гад садика. И в дальнейшем, значит, возникли пары. Пары назывались Зугод. Зуг одна, множественная Зугод. Всего известно пять таких пар. Зуг одна пара, Г, Зуг, Зуг. А множественная это Зугод. Первая пара. Йоси бен Йозер из Цреды, и Йоси бен Йоханан из Иерусалима. Согласно легенде, Йоси бен Йозера звали Яким. Возможно, это Эль Кимус злодей, упоминающийся в первой книге Маковеев, который был ярный сторонник эллинизации. То есть, первая пара мудрецов действовала во времена Хашманеев. Помните, мы говорили, один, опять выбирались из двух партий, да? Один был эллинист, а другой был из Хасидим. Вторую пару мудрецов. Йогоша бен Пархия Нитай Хаарбели. Хаарбели это город, который находится в Нижней Галерее у озера Кенерет. Йогоша бен Пархия и Нитай Хаарбели. Хаарбели значит из города Арбели. В Илонском Талмуде есть указание о том, что Йогоша бен Пархия был вынужден бежать в Египет из-за того, что Яганан Геркан присоединился к Сатутеям и стал преследовать фарисеев. Третья пара. Ягуда бен Табай и Шиман бен Шитах и Шиман бен Шитах Во времена этой пары развернулся острая дискуссия между фарисеями и саддукеями. Четвертая пара Шемайя и Автальон. Шамай и Шемайя это разные люди. Четвертая пара Шемайя и Автальон. И Автальон был учителем какого? Гелеля. Гелеля. А Шемая и Шамая учителем. И поэтому пятая группа называется Гелель и Шамай. Значит, вы не путайте. Шемайя и Автальон. Это четвертая пара. А Гелель и Шамай это пятая пара. Автальон был учителем Шемайя. Да. Автальон был учителем Гелеля, а Шемая Шемая. И после этого, после Гелеля и Шемая вся фарисейская школа, они оба были фарисеи, но разных школ. Фарисейское учение делится на две группы. Школа Гелеля Бейт Гелель то есть дом Гелеля и Бейт Шамай школа Шамая. Школа Шамая. Гелель был удивительным человеком. Вы помните, что Гелель он был, не был иудеем, он был выходцем из Вавилонии. Но так как он стремился к знаниям, да, он приходит в Эрис Израэль. И у него не было абсолютно денег для того, чтобы учиться. Он был дровосеком и однажды так случилось, что в субботу занимались долго там в школе, да, настала уже ночь и когда стемнело, обнаружили, что окошко, которое было под крышей, закрыто, а там лежал замерзший Гелель и на него уже сверху снег насыпался. и тогда эти мудрецы сняли его, развели костер, хотя в субботу в то время нельзя было зажигать огня, но для спасения жизни человека можно было, и они его отогрели. И он уже стал там учиться. Гелель много сделал для того, чтобы развить комментарии к Тори. Он сделал специальные способы толкования, может быть, как-нибудь об этом мы поговорим. И про него много интересных вещей говорится. Вы знаете, что школа Шамая и школа Гелеля они спорили друг с другом. Но иногда они объединялись во всех случаях других. Их женщины выходили замуж за учеников других школ и так далее. Гелель прославился знаменитыми своими принципами Медраша. Вот я уже рассказывал вам, однажды случилось так. Пасхальный вечер пришелся в субботу. Представите, рода Аптира, занимавший по всей видимости важной должности в храме, не знали, можно ли приносить пасхальную жертву после Полоди в субботу, потому что было запрещено производить любую работу, результатом которой намеревается воспользоваться после окончания субботы. Они пошли к Гелелю и спросили, как следует поступить. Гелель сформулировал свое суждение по этому вопросу, обосновав его путем толкования Тори по методу Межраж. Но главы рода Аптира не согласились с этим. Как можно установить закон на основе Медраша? И после того, как Гелель добавил, так я слышал, из уст Шамая и Автальона старейшины приняли его решение. В результате этого Гелель стал патриархом и толкователем Тори. Он был 7 законов толкования, потом и позже стало 13. Это тем более Коль Вагамер. Ну, например, помните, и всеми этими способами толкования Тори пользовался Ишуа. Если столько-то птиц создаются за Ашари и Бог с ними, то тем более вы маловерой. То есть всеми этими способами аналогичное указание. То есть если так, то и вы поступаете так же. Выделение общего принципа по одному месту или по двум местам общее частное частное и общее или как это следует из другого места. И что следует из этого? Гелель дожил до правления Архелая и умер в 10-м году нашей эры в возрасте 120 лет.